В начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Приходит день, и солнце всходит снова. А что в начале было? Было слово, было доброе слово, и свет появился из тьмы. Над водой, над землей засиял небосвод голубой. А потом? Появились растения, звери и птицы, и мы. Значит, люди! Да, люди! И я! И я! Да, и ты! И твой ангел с тобой. Здравствуйте, дорогие друзья! Много разных историй хранит наш пролог. Часто они рассказывают о деяниях святых отцов или пророков. Но иногда, и на примере самых обычных людей, есть чему поучиться. Особенно таким добродетелям, как доброта, сострадание и милосердие. Так, например, это произошло с одним византийским вельможей по имени Магистриан. Служил он верой и правдой своему царю. Но думал и о бедных людях, которые еле-еле сводили концы с концами. Щедро подавал им милостыню и возвращался домой с легким сердцем. Ведь сколько людей питалось от его милосердной руки. И это доставляло ему утешение. Но однажды попал он в положение затруднительное. Отправил его царь со срочным поручением в соседний город. Лихо неслась золотая колесница Магистриана по главной дороге в окружении доброго десятка слуг на отменных скакунах. Сам вельможа сидел немного призадумавшись и как бы ничего не замечал. Но вдруг, словно кто-то толкнул его в бок, очнувшись, Магистриан взглянул на дорогу и ужаснулся. Прямо посреди ее лежал какой-то изнеможденный человек в истрепанной одежде. Еще немного, и кони растоптали бы его. Но Магистриан вовремя дал приказ остановиться. Сойдя с колесницы, он подошел к страдальцу и приподнял его. Тот едва дышал. Магистриан попытался влить ему в рот несколько капель воды. Вроде бы это и получилось, но потом произошло самое страшное. Страдалец испустил дух на глазах вельможи. Слуги посоветовали ему оттащить мертвое тело в сторону и попросту бросить. «Царское поручение не терпит, время уходит», – говорили они. Но Магистриан поступил иначе. Завернул он усопшего в собственный плащ. Приказал слугам вырыть для него могилу и с честью его погрести. На это ушло немало времени. Ильможа помнил, конечно, что может опоздать с поручением царя. Но бросить усопшего просто на дороге? Без погребения? О нет! Это было выше его сил. Господь помог Магистриану. Царское задание было выполнено в срок. Но на обратном пути с вельможей стряслось новые приключения. Решил он вспомнить свою молодость, когда был он ловким наездником. Сел на одного из самых крепких скакунов и помчался со слугами в столицу. Но на одном из холмов норовистый конь сбросил своего вельможного наездника. Ударившись о землю, Магистриан сильно повредил ногу. Когда приехали в Царьград, нога посинела и распухла, так что вельможу внесли в его дом на руках. Собрал он лучших врачей, предложил им много денег, но те, увидев ногу хором, вынесли суровый приговор. Травма лечению не подлежит. «Что там, нога? Спасай голову!» Сказали они ему. «Если мы ногу не отнимем, то скоро ты умрешь». Магистриан попросил дать ему до утра время на размышление. Лежал он на кровати и тяжко вздыхал. «Вот тебе на!» сетывал он со слезами. «Что теперь проку от всей моей знатности и обилия доходов? Готов я все мое золото приложить к больной ноге. Но разве оно мне поможет?» «Нет, и вправду богатство – это неверный друг. Хотя и раздавал я его нищим по мере сил, но, наверное, уделял им слишком мало. Поэтому и случилась со мной эта беда». Размышляя так, он вдруг заметил, что в комнату пошел какой-то незнакомец. «Что ты плачешь?» – спросил он. В другой раз магистриан обязательно бы кликнул стражу, как посмела она впустить в дом постороннего человека. Но теперь ему было все равно. Упал я с коня и раздробил ногу, сообщил он посетителю, как бы нехотя. «Покажи мне ее!» – попросил тот. Прикоснулся он к ноге магистриана своей рукой и тихо сказал – спи спокойно. Завтра будешь ходить, как ни в чем не бывало. «Но кто ты?» – спросил Вельможа с нескрываемым страхом. «Разве ты не узнаешь меня?» – удивился пришелец. «Я ведь тот самый нищий, которого похоронил ты при дороге. И вот за твое милосердие Бог послал меня исцелить тебя». Сказав это, он исчез. А магистриан, к изумлению всех, утром встал на ноги совершенно здоровым. Первым делом отправился в храм и долго-долго благодарил Бога за его щедроты. Как видите, друзья, на милость человека Господь воздает своей милостью, безмерной и непостижимой. Будем об этом помнить. Будем милостивы, и тогда Господь будет милостив к нам. До свидания, мальчики и девочки. Храни вас Господь.